Здравствуйте! Это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. Как обычно, мы продолжаем разговор на самые злободневные, самые актуальные, самые острые темы. Это прямой эфир, его телефон 3190. Сегодня мы говорим об коронавирусе, о его последствиях для экономики, для социальной сферы и о тех самых новых мерах, которые выставляет как заградительный барьер на его пути наш регион, федеральное правительство. Вот об этом мы сегодня поговорим с председателем Постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Олегом Станиславовичем Лебедевым. Добрый день! Здравствуйте! Олег Станиславович, буквально вчера президент России Владимир Путин провел селекторное совещание с губернаторами всех регионов. И это стало каким-то таким немножко даже манифестом не только для губернаторов, а вообще для всего населения. Это уже теперь воспринимается как обращение к народу, потому что те же губернаторы это посредники, власть между президентом и народом. И вот перед этой конференцией он озвучил новые меры поддержки по борьбе с коронавирусом. Но знаете, вообще лейтмотивом вот этого его разговора стала вот для меня лично фраза о том, что он сказал, что меры, которые мы сейчас выставляем на пути распространения заболеваний, не должны убить бизнес. То есть они не должны быть, цитирую, дословно разрушительными для экономики. Ну, то есть, попросту говоря, не выплеснуть с водой младенца, да, вот об этом идет речь. С другой стороны, мы понимаем, что эпидемия, к сожалению, пока нарастает, и темпы ее нарастают. И вот сегодня у нас в регионе, к сожалению, прибавилось аж 7 человек за сутки вновь выявленных случаев заболевших, тогда как недавно еще всего 8 было. И эта цифра немножко держалась. Вот скажите, как вот соблюсти этот баланс так, чтобы и меры противодействия были ощутимыми, действенными, и в то же время, чтобы бизнес нам не погубить? Какие меры сейчас, вот как представитель комитета по экономике, у нас в регионе разработаны и уже действуют в поддержку бизнеса? И что наиболее востребовано? Действительно, такое судьбоносное вчера было обращение президента, и очень откровенный разговор с руководителями регионов, с губернаторами состоялся. Кстати, хочу напомнить, что наш губернатор Игорь Михайлович Рудени входит в совет, не просто он... Не принимал участие. Да, и принимал активное участие. Более того, он участвует в выработке этих мер, активно предлагает многие меры. И, кстати, об этом сегодня Игорь Михайлович рассказывал на заседании Законодательного собрания, которое продолжается. Оно идет, да. Вот только что мы... Я был свидетелем и тоже выступал на ЗАГС собраний с предложениями от четырех общероссийских организаций. От Деловой России, Торгово-промышленной палаты, Опоры России, Союза промышленников-предпринимателей. Кстати, тоже у меня сегодня утро началось с селектора. Вы знаете, что вот в исполнении уже, посмотрите, вот вчерашних поручений президента, уже и Борис Юрьевич Ситов, уполномоченный по правам предпринимателей, и вот бизнес, и председатель правительства Мишустина, активно вот в таком темпе уже выполняют те поручения, которые вчера от президента прозвучали. И действительно, они касались, обратите внимание, вчера и социальных аспектов, правильно вы сказали, но и очень важно, президент сказал о том, что нельзя перебарщивать, и нужно сохранить нашу экономику, сохранить рабочие места. Это очень важно, потому что, чтобы не получилось так, что когда будет возможность начинать работать, да, у нас уже все люди уволены, станки стоят, условно говоря, печи не работают и так далее. А у вас получилось ощущение, что бизнес как-то немножко в штыки воспринял, вот это сначала нерабочую неделю, потом нерабочий месяц? Естественно, конечно, конечно, для бизнеса. И у меня, кстати, сегодня, вот я Игорю Михайловичу сегодня на заседании законодательного собрания передал слова благодарности у меня на округе, у нас с вами, да, в завожье, например, очень много работает тех, кто работает на вагоностроительном заводе, на строящемся предприятии, да, которые у нас там тоже будут из субъекта малого и среднего бизнеса, трансмашхолдинг, да, когда они вот выкупили у нас завод стеклопластик и центросвары и так далее. Целый блок смежных предприятий. Именно люди благодарили, простые люди, рабочие, о том, что им дают возможность пока в ограниченном режиме уже выходить на работу и работать. Но вагон полностью-то и не закрывался? Ну, практически, очень серьезно было, практически. Ну, у меня был период, когда практически работа завода была параллелизована. Но это касается не только вагоностроительного завода, потому что губернатор вот в исполнении тех указаний президента, вчера были обозначены и позавчера списки регионально значимых предприятий, 220 предприятий, да, которые действительно являются, ну, скажем так, опорой экономики нашего региона. А вот чья вообще была идея, открытие этого предприятия? Такое впечатление, что власти немножко спохватились, что перегнули палку, что ли? Слишком много закрыли. Вот на территории нашего региона, я вам могу сказать, как раз и озвучить, что сегодня вот на том селекторе, где я участвовал, а это селектор, связанный с Общероссийским народным фронтом, экспертовами которого мы с вами являемся, и я являюсь руководителем группы «Честная и эффективная экономика», как раз опрашивались субъекты бизнеса и общественных организаций бизнеса, общероссийских. Так вот, мне очень приятно сказать сегодня, что Тверская область по этим показателям, а их там достаточно много, оперативность принимаемых законов, ну, льготы, которые предоставляются бизнесу, по взаимодействию с уполномоченными общественными организациями. Вот смотрите, наш регион сегодня устойчиво по ЦФО входит в первую пятерку, ну, там по разным показателям, причем где-то мы даже в тройку входим, но практически по всем показателям в первой пятерке, а по Российской Федерации в первую двадцатку, а по некоторым показателям даже в первую десятку. Потому что мы одни из первых, во-первых, на территории нашего региона стали, вот, благодаря, конечно, инициативе губернатора, Министерства экономического развития, принимать эти меры, и не пошли на то, чтобы, ну, принять какие-то излишние барьеры, да, вы помните, да, что были регионы, не хочу их называть, чуть ли там не доступ на территорию регионов прекратили. Вот сегодня выступал наш коллега Константинов, рассказывал, что получалась даже такая удивительная ситуация, у него с электромеханикой люди полетели в командировку настраивать оборудование по гособоронзаказу, а их там взяли и чуть ли там не заперли в больнице на две недели, и понятно, да, и так далее. То есть, кто-то говорил, что продукты не может завести, товары первой необходимости из других регионов, но такого же быть не должно. Поэтому наш регион, я сразу хочу сказать, не перебарщивал с этим. Не перебарщивал. Да, у нас есть определенные звонки, мы сейчас об этом поговорим, но Тверская область, на мой взгляд, несмотря на то, что мы находимся, Дмитрий, в самом сложном регионе, я вот возьму на себя ответственность. В самом сложном, потому что где у нас основные очаги распространения вируса? Это Москва, Московская область, и с другой стороны, что? Питер. Санкт-Петербург, Ленинградская область, а мы между. И мы видели, да, как много людей, во-первых, за эту неделю. И, кстати, хочу тоже, вот губернатор сегодня подчеркнул, что один из показателей исследования, который сейчас проводится, это отношение населения самого региона. И вот наше население Тверской области, я не хочу, там понятно, что по разным муниципалитетам немножко разная картина, но жители Тверской области, об этом сегодня Игорь Михайлович не раз говорил и благодарил, и не только медиков, да, которые вот на передовой этой борьбы. Но наше население достаточно ответственно относится к этому. И поэтому, если мы сравним ситуацию с другими регионами, да. Вы имеете в виду, что соблюдает карантинный режим? Соблюдает карантинный режим, соответственно, да, я вас уверяю. Иначе бы у нас могло полыхнуть так, как это вот есть в некоторых областях, да, которые сегодня на слуху, когда там уже и 50, и 100 человек есть. И это не Москва, не Московская область, да, не хочу эти регионы называть. Но вот по халатности, по разгильдяйству, да, вот допущены такие взрывные моменты у нас в регионе, слава богу, этого нет. 19 человек пока официально заболевших, часть из которых уже... Ну, мне сегодня трудно сказать, потому что Игорь Михайлович другую цифру озвучил, но действительно, ну, чуть меньше, но близкую к этой, да, возможно, просто вот... Информация обновляется. Да, очень быстро обновляется, да, возможно. И она будет обновляться, потому что президент вчера, очень честно, как и губернатор сегодня, да, говорят о том, что действительно мы еще этот пик не преодолели. У нас идет рост. Почему сегодня и так важно действительно беречь своих родных и близких, находиться дома. И даже вот сегодня Игорь Михайлович рассказывал о том, что некоторые даже жалуются сегодня, ну, скажем, люди среднего возраста, потому что бабушки и дедушки отказываются, ну, как бы, с внуками контактировать. Ну, их воспитывать там, понимаете. А почему? Потому что действительно сегодня людям вот 65 плюс нужно особенно поберечься. Поэтому наш регион, благодаря действиям и губернатора Тверской области, и председателя законодательного собрания Сергея Анатольевича Голубева, и общественных палат, и общественных объединений, понимаете, действует очень аккуратно. Но это не говорит о том, что бизнесу легко. Прервемся буквально на пару минут и поговорим о том, чего просит бизнес, был ли он услышан. Об этом во второй части нашей программы. Мы продолжаем нашу программу. Это тема дня. Телефон прямого эфира 3190. В студии у нас председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству, Алексей Анатольевич Лебедев. Мы сейчас продолжим разговор вот о чем. Буквально только что вы вернулись со встречи с губернатором. Глава нашего региона обратился к областным парламентариям с такой речью, с обращением, где он говорил о том, какие меры сегодня поддержки оказываются и в социальной сфере, и бизнесменам. Вот мне, знаете, больше всего интересно про все-таки экономику, про бизнес. Слышат ли друг друга власть и бизнесмены? Есть ли вот этот контакт, есть ли диалог? Какие конкретные меры поддержки сегодня требуются, и какие реально оказываются и будут оказываться? Что нового вот в этом вопросе? Ну, во-первых, я уже говорил о том, что наш регион один из первых разработал план этих мер. Мы вообще в ЦФО, по-моему, были или первыми, или вторыми. Вот сейчас вообще из всех регионов Центрального федерального округа Тверская область была первой или второй по разработке вот этого плана и мер. Причем он постоянно дорабатывается, мы видим. Да, в него вносятся изменения, меры эти, поддержки нарастают. Ну, сначала, потому что думали, что ограничения будут там семь дней, да, происходить. И сам коронавирус нарастает. И сам коронавирус нарастает. Это первое. Второе. Со всеми этими мерами можно ознакомиться. Их достаточно большой набор. Если надо, я, конечно, проговорю их. Но каждый предприниматель может зайти на сайт мой бизнес, нашего, да, нового, современного центра, который у нас построен на территории, на здании бывшей швейной фабрики на проспекте Победы, через интернет, не надо туда ходить, все там доступно, все их можно посмотреть. Этих мер поддержки, ну, сегодня уже более ста, скажем так, различных инструментов, мер поддержки. Если хотите, мы можем по каждой из этих мер поговорить. Сегодня законодательное собрание добавляет к ним две существенных. Это мы примем сегодня по нижению ставок, по налогу, по вмененному налогу и по патентной системе, скажем так. Александр Анатольевич, у нас есть звонок от нашей аудитории. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Александр Анатольевич, меня зовут. Сейчас я хочу высказаться по поводу того, что происходит. Сейчас важно соблюсти баланс безопасности, да, вот оставаться дома. И максимально дать возможность людям, которые работают, которые остались без зарплаты. Вот сейчас, слава богу, прорыв произошел. Вот, по себе я скажу, я работаю на дядю, да. Вот две недели я без зарплаты остался, две недели. Сейчас вот я выйду, да, но, так сказать, прибыли-то в кассе у нас не прибавилось от этого. И вот как эти меры, о которых вы говорите, все вроде хорошо, правильно, красиво, насколько быстро наши сотрудники, да, не только наши фирмы, а многие начнут получать, войдут в прежний режим. Вот сейчас нужно вернуться от этого шока, очухаться и начать выплачивать реально, чтобы до людей доходили те деньги, чтобы прибыль пошла в кошельке предпринимателей, возрождение. И обязательно анализировать, провести серьезную работу над ошибками то, что у нас произошло. Потому что вот я как родитель посмотрел, мне звонят родители, говорят, а как войти в электронный дневник? Оказывается, управление образованием до сих пор не навело порядок с электронными дневниками, понимаете? Потому что в дистанционном обучении столько много проблем возникают, и родители в шоке, и срываются. Здесь, конечно, нужно больше работать с классными руководителями. Разделяю ваши тревоги, потому что сам родитель тоже. Да, Игорь Михайлович сегодня о социальной сфере очень много говорил. Говорил, кстати, и о дистанционном образовании, да, о работе школ, о питании. Очень подробно отвечал на все вопросы. Действительно, сложности есть. Но тоже хочу обратить внимание, вот мы по опыту нашего с вами Заволжского района знаем. И, слава богу, у нас в Заволжье, вот, например, школы очень ответственно многие к этому подошли. Да, есть школы, вот, да, в меру, безусловно, конечно. Потому что, во-первых, и компьютерной техники не хватает, ее не хватает оборудования как в школах, так и в семьях, скажем так. Да, по-разному, конечно. Не везде устойчиво, интернет работает, тяжело тем семьям, где 2, 3, 4 ребенка, потому что, ну, понимаете, задача очень усложняется, когда надо сразу там с двумя-тремя детьми заниматься. Мы это все с вами понимаем. И Игорь Михайлович обо всем этом говорил. Конечно, Москве в какой-то плане это проще. И все мы это понимаем. Но, еще раз, вот тот вопрос, который сейчас прозвучал, я бы первое, что на него ответил. Конечно, мы прекрасно понимаем, что мы не знаем, сколько продлится вот этот режим такого, ну, нахождения дома, да. Если он закончится там 30 апреля, это одна ситуация. Если он там еще месяц будет или там 2 недели продлеваться. Но мы видим наряду с этим, что часть уже мер снимается. Вот, например, сегодня Игорь Михайлович пообещал, я выступал когда с предложениями, могу их даже сказать, которые мы, ну, не вошли пока в те меры. А мы сформулировали вместе с уполномоченным, с Тамплевским Антоном Владимировичем, он большую работу огромную проделал. 34 предложения он вот сформировал. Кстати, 4 из них на заседании правительства были поддержаны вместе с Минеком. Только 4 из 34. Ну, потому что я тоже не со всеми из этих предложений согласен, я объясню. А два предложения вот мы сегодня примем. То есть, процесс этот идет. Вот, например, сегодня я с голоса говорил о парикмахерских, да. Да, вот, кстати, это наша сфера услуг, когда она даже на федеральном уровне признана. Да, и Игорь Михайлович сказал, что мы сейчас с этим внимательно разберемся, посмотрим и, возможно, в ближайшее время, соблюдая, естественно, режим, чтобы у нас большого скопления людей не было. Если там площадь зала маленькая, ну, понятно, значит, один мастер должен работать или два, ну, понимаете, да, в масках там и так далее. Но сказал, что буквально на ближайшем вот совещании будет рассмотрено, например, и этот вопрос будет принят. Дал поручение в недельный срок рассмотреть все-таки и вернуться к тому вопросу, который я неоднократно поднимал и участвовал при разработке закона о самозанятых. Потому что мы сегодня понимаем, что у нас, особенно в тех районах, которые прилегают к Московской области, очень много людей работает в Москве. Они у нас как бы числятся нигде, понимаете, они работают. И нам очень важно понимать с вами, что это люди работают в серой схеме экономики, да, просто, условно говоря, получают пособие и не хотят работать. Или они замечательно трудятся в Москве, получают там высокую зарплату, это хорошо, но в социальные-то услуги и они, их семьи получают здесь. И вот сегодня Игорь Михайлович очень большое внимание уделил подготовке профессиональных кадров, особенно медицинских. Вот наши сегодня коллеги от КПРФ подняли вопрос о наличии аппаратов дыхательных и наличии специализированных коек. Но у нас с этим-то замечательно по штукам, понимаете. И более того, мы их и в порядок приводим, и докупаем, и койки. Но Игорь Михайлович ему объяснил очень внимательно, что проблема сегодня не в этом у нас в регионе, а у нас не хватает квалифицированных кадров. Должны быть врачи и аниматологи, и он, один врач, не может обслуживать одновременно более шести таких вот аппаратов, и то шесть уже тяжело. А аппарат должен работать круглосуточно, значит, соответственно, на этом аппарате должно три врача быть, понимаете. И у нас-то вот в этом сегодня проблема, как нам сохранить наши кадры. Поэтому, опять же, Тверская область, одна из первых, еще не дожидаясь, опережая указ президента о том вчера, о чем Владимир Владимирович Путин сказал, стала поддерживать наших медиков, понимаете, да, выделять дополнительные средства нашим врачам, чтобы они не уезжали в Москву. Надо заметить, что еще 48 миллионов рублей федеральных средств на поддержку медиков. Совершенно верно. Об этом тоже огромное спасибо. Игорь Михайлович сказал, что мы чувствуем заботу и поддержку и президента, и председателя правительства. Тем более, нам всегда приятно говорить, что Владимир Владимирович наш земляк, да, здесь его корни тверские, это его вторая родина после города Санкт-Петербурга. Это не поясним просто нашей аудитории, что это дополнительно на стимулирование работников. Совершенно верно. Но они все области выделяют, как мы, понимаете, еще свои средства. Да, плюс к этому еще региональные средства. Поэтому наша региональная составляющая здесь тоже очень важна. Посмотрите, мы одни из первых разрешили объектам туристической индустрии работать. Вот я тоже сегодня в своем выступлении говорил о ситуации, сложившейся на территории Селегерского края. Потому что там действительно есть и Осташковский район, и Пеновский, и Сележаровский. Но так получилось, что там все объекты сегодня, поскольку они в курортную зону попадают, закрыты. И Игорь Михайлович тоже сказал, мы обязательно сейчас с Министерством туризма Тверской области к этому вопросу вернемся. И обратите внимание, не когда-то, а в течение разговора идет одного, двух, трех дней. Сейчас действительно очень быстро события. И я вам скажу, что Игорь Михайлович настолько глубоко погружен во все вопросы. Сегодня не было ни одного вопроса, который бы Игорь Михайлович, условно говоря, поставил бы его в тупик. Или он бы был не в курсе, или понятно. Он все очень четко по полочкам раскладывает. Он абсолютно в курсе. Даже вот сегодня коллеги рядом со мной, у нас мой коллега Козлов сидит, главврач областной больницы, Глебова Екатерина Петровна. Они мне говорят, слушайте, ну насколько губернатор владеет обстановкой, цифрами, знаниями, но такими специфическими, понимаете, которыми могут владеть только, извините меня, профессиональные врачи. Я сам был просто поражен. В плочности, да, там количество этих, в каждом муниципальном образовании этих аппаратов, как работает у нас санавиация, как работают машины скорой помощи, очень для него это внимательно. Как вернуть наши кадры, ситуация с нашей Медакадемией, потому что получается, что действительно, мы сегодня кадры-то там готовим, а потом они разбегаются в соседние регионы. Получается, для Москвы, Московской области, и вот он сегодня обратился к нашим коллегам, депутатам Государственной Думы, нашим сенаторам сегодня присутствовал, Андрей Николаевич Епишин, и губернатор им сказал, давайте поднимайте на федеральном уровне вопрос, что пока мы, извините меня, нашу Тверскую область не обеспечили врачами, особенно таких дефицитных специальностей, как реаниматолог, понимаете, которых сегодня максимальный дефицит выявил, это очень важно. Сегодня тоже могу поздравить жителей Тверской области, потому что губернатор уже с высокой трибуны сказал о том, что на уровне правительства принято уже решение, выделены деньги, подписано решение и о том, что в этом году мы приступим к строительству детской областной больницы, вы помните эту трагедию. И самое главное, что нам обещано о том, что с большой вероятностью нам будут выделены деньги и для строительства нового инфекционного отделения, либо отдельной больницы на территории области. У нас есть звонок, давайте дадим возможность нашей аудитории поучаствовать в эфире. Слушаем вас, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте. На территории Заволжского района находится военный госпиталь. Скажите, пожалуйста, как-то потенциал его будет задействован в данной ситуации и врачи, которые там заняты? Давайте я отвечу. Спасибо за вопрос. Да, действительно, сегодня этот вопрос, опять же, вот смотрите, Игорь Михайлович поднимал, потому что задавалось. И опять же, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя правительства, сегодня губернаторам дано право привлекать к решению медицинских проблем и, скажем так, федеральные медицинские учреждения и ведомственные, ну, например, там больницы РЖД, вот госпиталь, о котором мы говорили, да, у нас есть объекты здравоохранения, там, например, которые обслуживают Удомельскую атомную электростанцию и так далее. То есть, сегодня действительно президентам такие серьезные полномочия губернаторам переданы. Да, Путин сказал, что действовать сегодня по какому-то единому шаблону, я цитирую, не только неэффективно, но подчас и вредно. И передал, делегировал полномочия губернаторам. Да, и я вот еще раз хочу сказать... Самый год ресурс, что он делегировал еще и часть ресурсов. И я могу, вот мне очень... Мы, помните, с вами остановились на том, что наша область очень сложная, очень специфичная. Мы сейчас что наблюдаем сегодня, тоже об этом и Игорь Михайлович говорил, и статистика показывает. Действительно, к нам сюда ринулись москвичи, понимаете, да, из Москвы. Более того, сейчас наблюдается, как Игорь Михайлович сказал, взрывной рост. Начали скупать все недострои, дачи, которые оформлены документально, понимаете, которые там годами были никому не нужны. Мне было бы счастье. Да, в какой-то степени, да. И мы видим, я вот просто разговаривал, недавно был в магазине «Универсал». Разговаривал с продавщицей магазина «Универсал», а магазин находится в Калининском районе. Я там часто бываю. Они говорят, слушайте, ну мы такого никогда не видели. У нас такой в выходные дни был шквал покупателей, мы не могли закрыть магазин. Причем мы же знаем всех наших покупателей, это не жители близлежащих деревень, там, города Твери. Это явно машины с московскими номерами, понимаете, да. Они приехали, смели там у нас, ну все это как бы продовольствие. Тоже для нас это не очень, потому что хорошо. Предпринимателям-то выгодно, конечно, но чтобы у нас пустые полки тоже не остались. Почему вот президент говорит, нельзя и границы закрывать. И важно, чтобы оказать сейчас поддержку нашим предприятиям пищевой промышленности, прям целый блок, особенно хлебопекарный. Причем, вот обратите внимание, Дмитрий, сегодня губернатор говорил о том, что вот сейчас формируются вот эти пайки для детишек. Ну мы же кормим, да, причем наш регион один из немногих и один из первых, кто кормит детишек в школах, да, и младших классов, и, ну скажем так, из тех семей нуждающихся. Вот, и сейчас они тоже будут, мы хотим, чтобы они формировались, и здесь и наш комитет об этом говорит, и мы поддержим, чтобы там больше было бы хороших, качественных продуктов, именно продуктов наших товаропроизводителей. Сегодня коллеги из фракции ЛДПР озвучивали предложение, например, по выездной торговле, по вот работе выездных лавок. Когда-то они очень спасали не только отдаленные районы, потому что есть у нас такие деревни, где нет магазинов, понимаете? И даже люди иногда просят там, говорят, мы вынуждены там вот самогоноварением заниматься, потому что мы не можем качественный алкоголь и сигареты приобрести, а это акцизный товар. Вот сегодня тоже губернатор эту тему поднимал, дал поручение Егорову Ивану Игоревичу вернуться к этому вопросу вместе с Министерством промышленности и торговли. Вот, но у нас в Твери, мы тоже знаем, дачники, да, иногда тоже, когда идет летний сезон, жалуются на плохую обеспеченность, ну, скажем так, и бытовыми услугами, да, там, и торговлей. Это все очень важно, это большой очень комплекс мер, которые сегодня рассматриваются. Можно, кстати, еще такой вопрос немножко каверзный по поводу комплекса мер. Тут получается немножко вилка. Дело в том, что некоторые говорят, что сейчас вот те меры, которые, ну, не все, а некоторые, напоминают тушение пожара бензином. Я хочу о чем сказать, что вы принимаете снижение по НДФЛ, по налогу, да, по вмененке, за аренду снижаете платежи. Но дело в том, что эти доходы начнут выпадать, мы их почувствуем уже очень вскоре. Когда, например, сейчас предпринимательство с одной стороны благо, вот они меньше платят за аренду площадь, которую они в муниципальном или государственном имуществе арендуют, да, там, НДФЛ снижаете и так далее. Но, с другой стороны, кризис вот этот медицинский, он когда-то кончится аспект, а экономический-то останется, он будет очень протяженный. Да, и как раз вот в своем выступлении, скажем так, где я и формулировал предложение, я как раз тоже обратил внимание Игоря Михайловича, и он услышал, он сказал, да, мы об этом обязательно подумаем, что действительно вот от тех мер, которые мы сегодня примем, в какой-то степени пострадают и муниципалитеты. То есть, как бы за их счет банкет, понимаете, особенно это касается, да, и города Твери, но и других городов, таких как Торжок, Удомля, Конаково, Ржев, безусловно. Причем получается, что как раз больше удар получится именно по экономически развитым, по донорам, которые и так как бы работают, потому что... В которых есть что взять, да. Потому что, да, в таких отдаленных территориях, на маленьких районах, там в основном НДФЛ весь, и доходы, они связаны с бюджетной сферой, там мало экономики, малого и среднего бизнеса. Но это тоже важно там поддержать, Дмитрий, вот как я говорил, потому что люди зачастую для того, чтобы сдать белье в прачечную, или там починить свое белье, или обувь, или часы, вынуждены ехать в город Твери, согласитесь, это тоже неправильно. Услуги должны быть приближены к населению. Это тоже очень важный аспект. Поэтому как раз об этом и шел разговор сегодня. И Игорь Михайлович сказал, что, конечно, нам есть о чем подумать. Кстати, хочу сегодня тоже поздравить все-таки нашу Тверскую область и город Тверь, что принято решение. И Игорь Михайлович его сегодня обозначил, а многие меня знают, да, как человека, который очень любит футбол и хоккей. Именно при мне футбольный клуб, я его выводил в профессиональную вторую лигу, когда был главой города. И при мне он, помните, впервые завоевал бронзовые медали. Мы третье место в этой лиге заняли. Так вот, принято решение о возрождении тверского футбола. Да, вместе... Да, вот сейчас. Да. Игорь Михайлович сегодня сказал, что договоренности уже все подписаны, обозначены. Поблагодарил депутатов городской думы, то есть вас за непростое решение по передаче стадионов. Понятно, что городу тоже сложно расставаться со своим имуществом. Но, с другой стороны, тоже хочу сказать, сегодня у города очень сложное финансовое положение. Ему самому, согласитесь, эти объекты в порядок не привести. Но они долгие годы, конечно, стояли уже практически... Да, конечно, нам еще и стадион центральный необходим. Это тоже наша такая болячка. Но обратите внимание, грибные базы, да, сейчас вот... И не только на Волге у нас на Тверце будет приводиться в порядок, но перестраиваться. Это очень важно. У нас есть звонок. Давайте снова дадим слово нашей аудитории. Слушаем вас. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Если Игорь Михайлович содержит в своих руках, почему в городе, в аптеках нет ни масок, ни перчаток? Почему в магазинах нет антисептических средств, вот как вот показывают в Москве, например, висят при входе? Вот почему тогда? Вот смотрите. Я ничего против не имею, но... Ну, давай, постараюсь на него отвечать. Эту тему тоже сегодня затратил. Проблемы имеют место. Да. Во-первых, ну, начну с того, что, конечно, сегодня, во-первых, вот вся эта продукция, особенно маски, халаты, ну, то, что касается, она распределяется по Российской Федерации централизованно. Понятно, да? Только по Российской за рубеж не идет сейчас? Ну, наверное, по решению президента, наверное, мы оказываем помощь каким-то государствам. Ну, и нам оказывают. Да, мы закупаем сейчас в Китае десятками миллионов средств защиты. Это государство делает. Вот теперь давайте вернемся к Диане. И сегодня мне тоже вот звонили, и часто звонят наши возмученные жители. То с пролетарки мне звонят, то, что гречка дорожает, помните, как было, да, там, и там сметают какие-то продукты. Сейчас это сумасшествие с лимонами, чесноком. Имбирем. Имбирем, да. Причем тоже для кого-то, не поверите, для кого-то, как говорится, война, а для кого-то праздник и мать родная. Вот не поверите, разговаривал с одним предпринимателем нашим тверским, он, правда, сейчас в Москве работает, но на стыке Москвы, Московской области и Твери. Он говорит, Олег Станиславович, я 8 миллионов рублей заработал вот за эти две недели. Вдумайтесь, 8 миллионов чистого дохода. У меня аж глаза. На гречке? Нет, на имбире, лимонах и, понятно, на имбире и лимонах. Ну, вот кто-то пользуется ситуацией, понимается. Почему нет масок все-таки в магазинах? Да, масок нет, потому что действительно, во-первых, сказать, что их нет, это неправда. Я вот совсем недавно был у Глебовой в Тверской оптике сам и что-то там смог купить. Ну, я как вас увидел, с вами здесь под прилавку сюда ставлю. Нет, неправда. Я, честно скажу, просто Екатерина Петровна мне сказала, что вот в этот день зайдите, их очень быстро разбирают. Причем... По блату надо. Нет, это, ну, просто тоже, я видел, как люди пытаются купить там, просят 100 масок продать, но это тоже неправильно. Согласитесь, да. Лучше продавать все-таки по 10, там, например, по 20 масок. Но когда человек пытается сразу 100 масок купить, ну, наверное, это тоже неправильно. Жидкость там продавалась, ну, в свободной продаже. Да, ее быстро разбирают, потому что, ну, берут в запас, берут своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам, детям и так далее. Я сам грешу тоже вот, потому что у многих родители престарелые, бабушки, дедушки, все... Еще звонок у нас есть. Давайте еще, еще не успели на это до конца ответить, но мы обязательно вернемся к теме. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Алло. Да, да, у вас буквально 5 секунд. Я хотела, ладно, задать такой вопрос. Вот почему? Алло. Да, 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 слушаем. Повыжался, побыстрее. Время идет эфирное. Вот идет эта поддержка малоимущества, это бизнес, в бизнесе, да? Скажите, а вот у нас по Твери какой прожиточный минимум на данный момент? Вот смотрите, во-первых, в первую очередь, о чем говорил президент и о чем говорил сегодня губернатор Тверской области, председатель ЗАГС Собрания, на самом деле, в первую очередь, поддержка оказывается населению. Давайте говорить откровенно. Все-таки бизнес, он немножко на втором плане. Прежде всего, это население. Вы согласны со мной? И сегодня, опять же, Тверская область, одна из первых, пошла на то, что через службы занятости приготовиться к выплате денежных средств тем, кто будет уволен не только за счет средств федерального бюджета, которые поступят, но и за счет регионального бюджета. Согласитесь, у нас тоже лишних денег в области нет, и долги большие Игорю Михайловичу достались в наследство, хотя он справился с этой задачей уникально, да? Тверская область по снижению долговой нагрузки одна из лидеров ЦФО. По-моему, по ЦФО мы вообще на первом месте. То есть, раньше нам говорили, это невозможно переломить. Так вот, прежде всего, меры поддержки, конечно, направлены на многодетные семьи. Губернатор, вы знаете, огромное внимание уделяет этой категории. Смотрите, наша область наконец-то приняла закон о детях войны, да? И им тоже сейчас к 9 мая будут выплаты очень серьезные сделаны. Конечно, нам хотелось бы, чтобы отдельно появился закон и о детях-сиротах войны. Мы знаем, есть еще категория. Она внутри как бы находится, но это люди еще более обделенные, которые как раз вот были одними из инициаторов бессмертного полка, когда они с портретами погибших своих идут. А сегодня мы как раз вот с Дмитрием являемся представителями Общероссийского народного фронта. У нас работает горячая линия. Да, звонками она, конечно, переполнена. Но есть возможность даже, честно вам скажу, получить не за деньги у тех, у кого нет возможности обратиться или по этой горячей линии, или в фонд соцзащиты. Мы сталкиваемся действительно с такими случаями, когда волонтеры приезжают, медики, привозят людям продукты пожилым, а представляете, у них не хватает денежек даже за них заплатить. Ну, представляете, насколько тяжело. Причем там не то, что какие-то продукты, продукты первой необходимости. Молоко, хлеб, макароны, крупа, то есть никаких там деликатесов. Не имбирь с лимонами. Не имбирь с лимонами. И сегодня органы соцзащиты области, вдумайтесь, и губернатор сегодня сказал, что мы добавим обязательно еще туда средства, и они там еще не закончились. Органы социальной защиты Тверской области идут на то, чтобы вот в таких случаях, когда действительно у людей денежки закончились, бесплатно выделить продуктовые наборы. Ну, то есть неформально подходят молодцы. Я, кстати, добавлю в эту копилку, что безработным гражданам предусмотрены дополнительные выплаты в размере трех тысяч рублей на несовершеннолетних детей. Это тоже вот одна из мер, которые буквально... У нас выплата, да, по минимальному стандапам 12,5 тысяч в месяц. Это, конечно, немного. Но сегодня к нам обращаются очень много людей, которые работали в черную или в серой схеме. И их люди сегодня выгоняют, понимаете, да, с работы. Ну, потому что у них трудовые отношения либо вообще не оформлены, либо там на минималку, понимаете, остальное там в конвертах получают. И это не от хорошей жизни часто, поэтому где-то действительно это неправильно. Но Игорь Михайлович сегодня очень четко сказал. Ну, конечно, нам тяжело помогать тем, кто даже своим сотрудникам минимальную зарплату не платил, понимаете. А у нас есть такие муниципальные образования, я не хочу их сейчас называть, мы их хорошо знаем, где у нас люди сами, извините меня, трудятся, понимаете. Трудятся, получают зарплату вообще в конвертах, получают через службу занятости как безработные деньги, сами еще вечером умудряются на рынке торговать, понимаете, грибами, ягодами, людей пускают, туристов. Ну, понятно, согласитесь, это тоже неправильно. Почему вот одно из моих предложений было по вопросу самозанятых. Сегодня мы тоже поднимали, Игорь Михайлович пометил, что где-то есть перегибы сотрудников полиции. И такие звонки нам поступают, особенно вот не по Твери, сейчас как-то по Твери, по работе вот этих там всяких различных точек, которые, к сожалению... Да, вот, кстати, вы сказали о том, что некоторые сейчас серые работают. Вот у нас даже недавно мы выезжали, делали сюжет, наш канал. Буквально в центре города Твери работает салон, где вот какие-то курительные смеси потребляют. И один даже был из посетителей или работников, этот салон мы уж не восстановили. То есть даже в майке волонтер-медик был зафиксирован. Ему сказали, что ну ты либо как это в анекдоте, либо майку снимили, либо выплюнили сигареты изо рта. Сегодня вот как раз мы и просили губернатора, и он, кстати, нас поддержал, что направить сейчас энергию правоохранительных органов, потому что ко мне поступают жалобы, а вот по-прежнему работа этих псевдорюмочных, которые в жилых домах находятся. Вот они не закрылись, потому что у них лицензии нет, у них, понимаете, отобрать нечего. Туда приходишь, там нет ни владельца, ни продавца, какой-то человек, там неважно какой национальности, не буду говорить, я у него спрашиваю, говорю, вы кто? Он говорит, да я просто зашел тут посторожить, меня попросили, хотя сам тут же предлагает пиво, предлагает из канистры, понятно, спиртосодержащую жидкость. Вот они не боятся, они продолжают трудиться. Или вот действительно вот эти вот салоны, куда мы, тем более вот тот салон, о котором вы говорили, мы говорили и с начальником нашего УВД Тверской области, он обещал, он недалеко от Медакадемии находится, вообще-то, ну действительно, там в центре города, напротив филармонии, там в подвале сидят, и там 15-16-летние, мы принимаем закон об ограничении вот этих всяких жевательных, там, смеси, курительных, снюсов, да, приняли по инициативе, спасибо прокурору Тверской области, да, он активно в эту работу включился, за собрание оперативно через наш комитет все это прошло, а они не закрылись. Или там стоит в этом салоне на входе, понимаете, да, девочка или мальчик, и своих пускает, ну понимаете, смотрит, как это, пароль, свой, чужой, и там дым коромыслом. Я считаю, что, конечно, нужно сейчас вот энергию, а потому что бывает, звонят люди, там, например, из Вышнего Волочка мне был звонок, например, пришли полицейские, ну работает продовольственный магазин, понятно, у него рядом есть отдел хозяйственных товаров, ну понимаете, да, магазин местный, небольшой, но зачем сейчас людям, ну пусть торгуют, потому что кому-то, условно говоря, там, может, гвоздей каких-то надо, или шурупов купить на дачу, понимаете, ну, или клей какой-нибудь купить, ну пусть люди купят, обои купят. Я думаю, что только содействует самоизоляции. Да, а то ведь иногда же у нас как бывает, заставь кого-то, так и лоб расшибем, а этих мы не замечаем, потому что их неинтересно шерстить, понимаете, потому что как с ними работать-то, у него лицензии нет, понимаете, да, с чего с него получишь, ну, если только что-то забрать там в пакет, понятно, и унести. И они продолжают разливать этот алкоголь, отравлять алкоголь алкоголем, а какой алкоголь-то, я еще раз говорю, я даже не стесняюсь, это у них основной товар, это спирт в канистрах, который они с водой разбавляют. Я сегодня подберу своего коллегу Борастова, и, наверное, может, крамольную вещь скажу. Я за то, чтобы вот эти автолавки, которые ездят по области, им бы разрешили торговать и сигаретами, и алкогольными напитками, особенно если это алкогольные напитки наших тверских товаров производителей. Крамольную мысль сговорить. Крамольную, да, крамольную, но пусть на меня, вот, да, это сложная вещь. А мы напоминаем, что курение и употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью. Но если люди употребляют алкоголь, пусть они лучше его употребляют легальный раз, выпущенный на наших предприятиях, эти предприятия платят налоги, понимаете, зарплату хорошую людям, налоги поступают в бюджеты, из этих бюджетов мы будем ремонтировать наши больницы, школы, детские сады. Вот я так рассуждаю. Александр Александрович, ваша речь нашла отклик у нашей аудитории, еще есть звонок, слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. Да, пожалуйста. Скажите, будет какая-то вот эта помощь пенсионерам в связи вот с этой обстановкой? Дополнительные меры поддержки. Я бы попросил, да, сейчас уточнить еще раз телефон вот нашего штаба, да, там линия перегруженная, да, я иногда туда по 5-10 минут дозваниваюсь. Но дозвониться можно в наш общероссийский народный фронт вместе с волонтерами победы, вместе вот с медиками, да, сегодня. Спасибо огромной медицинской нашей академии, там, исполняющему обязанности ректора, да, которые к этому очень серьезно относятся. Кстати, ведь это тоже его принципиальное решение, что сегодня многие, даже студенты, и многие, скажем так, ну, кто ординатуру, аспирантуру заканчивают, студенты сужу подключились, да, подключаются для того, чтобы идут в больницы, пытаются работать, помогать на вот этих вот аппаратах, которые есть, но простаивают. Понимаете, да, о чем я говорю? Это очень большое дело. А что касается помощи пожилым людям, те, кто не может, я не знаю, про какую помощь им я говорю. Есть волонтеры, которые продукты могут принести в аптеку, сходить в горячей линии. Да, единственное, что надо четко, прошу тоже, у меня были вот жалобы буквально вчера, волонтеры не имеют права заходить к вам домой, понимаете, они не могут помыть вам окна, убраться, им запрещено это делать. Звоните в органы соцзащиты тогда. Органы соцзащиты, вот я проверял, ну, на самом деле, работают, работают, и огромное спасибо, я скажу, вот, ушла сейчас Хохлова, да, она там, возглавила Торжокский район, но большая работа ей была проделана, и люди неформально подходят. Я не слышал ни одного, кто мне сказал, там, мне нахамили, не помогли, не подсказали. Нет, очень заинтересованно, с пристрастием подходят. Поэтому надо просто еще раз не стесняться, обращаться за помощью, звонить в эти волонтерские центры, звонить в органы соцзащиты, и помощь особенно старшему населению, особенно тем людям 65+, а мы понимаем, да, что, ну, они наиболее, так скажем, в опасной зоне находятся. Конечно, будет приоритетно оказываться. У нас не так много времени остается. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 300-190. У нас в студии представитель постоянного комитета по экономике, экономической политике и предпринимательству, это Алексей Насталович Лебедев. Сегодня мы говорим о мерах поддержки бизнеса в непростом периоде. О бизнес-то мы пока поговорили очень мало. Вот что еще сегодня, какие решения? Вот я уже говорил, да, о том, что Игорь Михайлович сказал, что в ближайшие дни мы уточним, расширим перечень видов деятельности, которые будем потихонечку на рынок выпускать. То есть голос нашего уполномоченного Стамплевского Антона Владимировича и четырех общероссийских организаций, еще раз назову, Торгово-промышленная палата, Союз промышленников, опора, деловая Россия, он не канул никуда. То, что предприниматели очень многие звонят и обращаются в мой бизнес, очень важно. Там все фиксируется, рейтингуется, галочки ставятся. Я сам проверял, звонил. Да, линии тоже бывают загружены. Но, скажем так, 90%, а я звонил несколько раз, и при мне люди звонили, скептики. Я им говорил, набирай при мне, вот звони. И вы знаете, некоторые предприниматели были опозорены. Они говорили, нам там не помогут, ничего не скажут, нас там отфутболят. Я говорил, вот звони прямо при мне. И вы знаете, результат был. Да, не стопроцентный. Во-первых, стопроцентный они не могут дать, но 80-90%, ну скажем так, вопросов. Сегодня у бизнеса, вы вдумайтесь, и президентам, и нашим губернаторам, и ЗАГС собранием, принято решение о том, что мы будем кредиты под 0% выдавать. Мы сегодня принимаем решение об увеличении фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Это когда бизнесу давали деньги под 0%. Ну сейчас на выплату заработной платы. Ну конечно, прежде всего. Безусловно. Я заканчивал свое выступление сегодня на ЗАГС собрания, и Игорь Михайлович меня поддержал. Это главное первое. Не мешать бизнесу, понимаете. Тому, который, условно говоря, где нет отложенного спроса. Понятно, что сегодня самая тяжелая ситуация в туристическом бизнесе. Очень страдает бизнес по торговле непродовольственными товарами. Мы понимаем там обувь, одежда, но мы понимаем, да, они закрыты, у них все стоит. И у них не накапливается отложенный спрос, что плохо. В таком объеме, как вот парикмахерские, как в Москве сегодня, я с коллегами разговаривал, они говорят, слушайте, мы открыли, там ломанулся народ, ну потому что стричься-то надо. Не все там, понятно, да, хотят же люди быть красивыми. У меня тоже те, ребят, когда откроете, там женщины говорят, мы хотим педикюр, маникюр сделать, мы ходим уже, понимаете. Я же говорю, так вы же дома должны сидеть. Ну как, мы же для мужей тоже хотим, чтобы тут все это было красиво. Их тоже можно понять, но прервемся буквально на пару минут и будем уже подводить итоги. Итак, это завершающая часть программы «Тема дня». Я напомню, что сегодня мы говорим о тех мерах, которые, новые дополнительные меры, которые вводятся по противодействию коронавирусной инфекции, ее распространению, и о мерах поддержки бизнеса и социальной сферы. У нас в гостях сегодня председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области Олег Саниславович Лебедев. Давайте сейчас сразу, у нас такое уж правило, мы отдаем приоритет нашей аудитории, и, наверное, уже один из последних звонков примем. Говорите, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какова судьба инициативы однопартийцев вашего сегодняшнего гостя по поводу отмены банковской комиссии, взимаемой при осуществлении платежей ЖКХ? Это инициатива особенно актуальна в наши дни. Пожалуйста, поконкретнее на эту тему что-нибудь. Пожалуйста, я могу ее прокомментировать. Действительно, сегодня наши коллеги в Государственной Думе и Яровая, и я знаю, что Вячеслав Викторович Володин к этому относится очень внимательно, продвигают инициативу о отмене комиссии, и это действительно уменьшит платежи граждан. Более того, эти же коллеги практически в этом же составе сегодня говорят и о том, что мы хотели бы на время, на какое-то, может быть, на три месяца, на два месяца не брать платежи за капитальный ремонт жилого фонда. Такая инициатива есть. Она сложная, проходит тяжелое обсуждение. Но я думаю, что первая инициатива с большой вероятностью будет принята. Хотя есть и другое мнение, что просто уменьшить этот платеж, ну, понимаете, да, сделать его там минимальным. Потому что есть регионы, где он 4% составляет, где-то 2%, где-то 1,5%. Потому что некоторые говорят, что боятся, что люди, ну, некоторые платежные, ну, банки или кто-то там не захотят эти платежи принимать. Ну, понятно, им станет невыгодно и будут людей футболить. Потому что не все умеют, ну, пользоваться дистанционно платить по картам, да, через гаджеты и так далее. Такая инициатива, она рассматривается, и я, вероятность ее принятия очень высокая. Эта инициатива партии «Единая Россия» вместе с общероссийским народным фронтом, она разработана и продвигается. — Хочется сказать, пожелать, что поскорее бы. Ну, и уже завершая, Александр Славович, мы очень надеемся на то, что вот эти события, коронавирус, он вообще очень сильно проявил и людей, и власть, с чем-то справились, с чем-то еще нет. Ну, вообще, в целом, пока достаточно достойный, как органы власти говорят, что у нас по позитивному сценарию развивается вот эта ситуация. — Ну, дайте постучим по делу. — Стучим, я хоть не уверен, но тут готов присоединиться. Но вот еще в этих условиях очень многое зависит от нас самих, от самих бизнесменов, да. И мы знаем, что даже в таких серьезных трудных условиях многие находят в себе силы, чтобы помогать и продолжать те благотворительные проекты. Вот, например, поддержка дальнейшего достройки Спасоприображенского собора в Твери. Я знаю, что некоторые бизнесмены продолжают выделять средства. — Я помогаю, да. — За что, Владелья, спасибо. А вот другие социальные проекты. Вот, говорите, маски стали покупать бизнесмены. — Да, вот я хочу, пользуясь случаем, да, у нас есть сегодня возможности, хочу обратиться к тем, кто может себе это позволить, у кого есть такие возможности. Вот вы говорили, дефицит у нас действительно присутствует сегодня, особенно для врачей это страшно, потому что мы выбьем это звено первичное. — Об этом ваша аудитория говорит. — Да, мы же это прекрасно понимаем. Ну, сегодня Игорь Михайлович абсолютно честно, открыто, как и президент эти проблемы обозначал, они существуют. И поэтому, у кого есть возможность, пожалуйста, к нам в общероссийский народный фронт, приходите, приносите и маски, и другие средства, да, дезинфекции и так далее. Мы их с удовольствием примем, воспользуемся этой помощью. Точно так же, как мы сегодня сейчас особым вниманием хотим пожилое население окружить. Я ваш пример приведу, вот благодаря вашим усилиям, Дмитрий Леонидович, у нас в городе появился, да, муниципальный приют для животных. И вы же знаете, сколько людей и сколько семей, даже вот у меня, дочь моя, передает продукты, там, помогает этим собачкам. И многие люди даже в это сложное время и даже и людям помогают, и животным помогают. И я вам скажу, мы сейчас должны огромное спасибо сказать нашему митрополиту Саве и губернатору Тверской области. Конечно, для нас очень важно, несмотря на вот эти все сложности, и достроить наш Спасо-Преображенский собор и колокольню. Я очень надеюсь, что все проекты получат достойное и успешное завершение. Мы благодарим вас за участие в нашей программе, наше время, к сожалению, завершилось. Спасибо вам большое, не болейте, берегите себя. Очень надеемся, что меры поддержки будут и дальше продолжаться, и они будут эффективными. Спасибо большое, всего доброго, до встречи в эфире. До встречи.